МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назначены судебно-медицинские, автотехнические и другие экспертизы. Родственникам погибшего сотрудника милиции и пострадавшим в результате ДТП оказывается вся необходимая помощь. Напряженные дежурства в минувшие выходные выдались и для подразделений МЧС всего региона. За прошедшие двое суток на территории области зарегистрировано 4 пожара. Поздно вечером в субботу спасатели Гомельского районного МЧС выехали по сообщению о возгорании жилого двухквартирного дома в агрогородке Поколюбище. По прибытии подразделений МЧС в жилой комнате без признаков жизни была обнаружена хозяйка одной из квартир. В кресле в одной из комнат была обнаружена хозяйка домовладения, пенсионерка 1934 года рождения без признаков жизни. Женщина была передана работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали ее смерть. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем. Накануне вечером экстренный вызов о ликвидации пожара в квартире многоэтажного дома по улице Дворникова получили спасатели из Гомельского городского подразделения МЧС. Из горящего жилья был спасен мужчина 1964 года рождения. Пострадавший был осмотрен медработниками, но от госпитализации отказался. И вот уже через несколько часов спасатели Гомеля выехали по новому адресу. В десятиэтажном доме по улице Алмазная загорелась квартира на четвертом этаже. Хозяйке квартиры 1995 года рождения вместе с дочерью 2014 года рождения удалось самостоятельно покинуть место пожара. По прибытию к месту вызова из окна на четвертом этаже шел дым. На лестничной клетке находилась женщина с ребенком. Как выяснилось, это хозяйка горящей квартиры 1995 года рождения и ее малолетняя дочка 2014 года рождения. Они оба были переданы работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения были госпитализированы в медицинское учреждение. 19 вызовов о спасении транспорта попавшего снежный капкан. В минувшие сутки спасатели практически в каждом районе области выезжали по сообщению о буксировке автомобилей. В Булакошелевском, Ветковском и Хойникском районах пришлось буксировать рейсовые пассажирские автобусы. В Булакошелевском и Житковическом районах в плену сугробов оказались автомобили скорой медицинской помощи. Такой обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих близких. В эфире де-факто был Руслан Габрилев. До встречи. Руслан Габрилев. 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 Руслан Габрилев.